Дорогие друзья! Уже столько выставок открывалось, но сегодня особенное волнение. У меня просто все дрожит, Володя, внутри. Потому что, вы знаете, есть особый нерв во времени. Слишком здоров мне этот художник, эта личность. Слишком большую роль. Такой мастер сыграл и в нашей жизни садатом. Знаете, когда отматываешь эту кинопленку, понимаешь, что прошло столько времени, но это как один миг буквально. Поэтому я не знаю другого такого человека, который сравнился бы по силе воздействия с Володей. И в то же время такого скромного Володя никогда не говорит, что он гений. Обычно это свойственно многим коллегам. Но человек, который сделал... Где он? Дима. Дима. Дмитрий. Сверюхин. Мне тяжело, у меня же нет микрофона там. Я просто... Да ладно. Я просто думаю, что вот как выставку в Вентактиве, это невероятная история. Просто провести вдоль берегов очень многих континентов эту выставку и выставить. И сейчас только вот, начиная обращать внимание на этих выпусков, вы с Наташей уже заявили намерение вот эту историю. И каждая выставка это событие, потому что она очень цельная и искренняя. И я понимаю, что в Володину вложено очень много любви Володиной. И когда ты пришел, я просто поняла, что ты хотела бы собрать всех, чтобы тоже выплеснуть на нас, на всех, свою ностальгию и любовь. Володя, ты личность. И просто спасибо тебе, что все случилось в нашей жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кто-нибудь хочет что-то сказать? Скажите, пожалуйста. А Диман, вы скажите. Потому что он меня... Да, перебивайте. Вдвоем? Можно вдвоем? Вдвоем? Ну, я трасс, любимая рука. Красная рука. Ну, вот мы с вами очень давно знакомы, за миллениумом, Выставки делаю. Или, ну, по-моему, я даже спродюсировала в свое время. Да. Ну, просто это не для галереи в то время. Было маленькое пространство. Люблю Володю. Ну, с Наташей тоже есть. Вообще люблю. Интересно всегда Выставки делать. Очень нравится ход его мысли. Потому что не часто художник идет от чего-то большого к чему-то маленькому. Чаще бывает наоборот. По моему опыту. Не более того. У Володи, конечно, еще, ко всем прочим, очень дизайнерские мозги. Не могу этого не сказать. Потому что всегда все почти безупречно. Все продумано. И продумано изначально. И как-то мыслит он... У него, конечно, есть разные работы, есть отдельные. Но он мыслит проектами большими. Большими историями. История всегда очень интересная. Эта история мне тоже понравилась. Для меня эта история про красное ухо. Потому что чем больше эмоций вызывает художник у нас, у всех, чем больше воспоминаний. Тем он талантливее. И тем... То, что он заложил. И то, что мы целким. Это абсолютно разные вещи. И, наверное, даже не обязательно влезать в его голову и спрашивать, а что, а почему, а зачем. Выгвал эмоцию, наполнился молодостью, воспоминаниями, чем-то безумно талантливым. И хорошо. Володя позвонил мне где-то до 8 марта. Вернее написал. И пишет. Я поздравляю вас с 8 марта. И посылаю вам в подарок вот эти новые работы. И думаю. Хотели бы вы сказать или написать что-то? Я ему спасибо 8 марта. Не люблю. Там дела, то и все. А потом поняла, что он расстроился. И я решила, что ну да, конечно, надо сидеть и что-то как-то написать. Я говорю, а что вы от меня ждете? Ну, Елена Геннадьевна. Ну, эмоцию, конечно. Ну, поэтому здесь это несколько абзацев, но называется эмоция. И я иду после всех мужчин, что мне очень нравится. Женщина всегда домыкает цепочку умных, образованных, талантливых мужчин и как бы чуть-чуть украшает эмоциональность. Вот. Я, вы знаете, вот ухо просто потрясающе. Я сразу вспомнила ухо своего соседа по парке. А училась я напротив Диановского монастыря. Сейчас там телевидение находится. И я помню, я даже вспомнила, я никогда в жизни его не вспоминала, Миша Бас. Я все время дергала его за ухо, и мне делали замечание. Вот это ухо, оно плылало на солнце. Я его раньше никогда не вспоминала. А сейчас вот это все как бы... И заметьте, только у мальчиков бывают красные ноги, у девочек бывают красные щеки. И мне так это все близко, и так все как-то родное, и так все поднялось, что такое искреннее, искреннее. Потому что детство это такая искренность, такая трепетность, такая нежность. И это же прекрасно, что это все посетило нас. И что Володя подарил нам это. И вот как бы я нас всех поздравляю с тем подарком, какой он нам сделал. Искренность и любви, трепетности, нежности. Володя, спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, так, друзья, спросите, что я отеляю в Болтайо, я хихикаю, я даже на выставке забывал их нефу. Нет, какая-то икрания смешливая. Не потому что смешно, а потому что счастлива. Вот счастлива, буквально, твоя жизнь. Художник загадочный, Ирина правильно сказала, художник, который, если с проектами, сам себе задает какую-то загадку, сам себе придумывает какую-то идею, которая, может быть, даже не сам понимает. А потом делает большой цикл работ и заставляет нас всё прочитать и понять. Естественно, что, слава Богу, мы это каждый понимаем по-разному, что, собственно, они это и будут доказать. Бурлаки на полке здесь этого не будет. Зачинения по картинке ты сам сочинишь. Что ещё хочется сказать, если не в шутку совсем же. Конечно, художник Володя Камильфо, как мне кажется, пусть он даже может обидеться, преимущественно график. Интересно, что он в живописи приходит через графическое мышление, потому что его картины изобилуют определёнными знаками, а знак, собственно, свойства графики больше имеют. Ну, замечательно всё это живописные циклы, всё-таки живописные циклы. Ну, я, может быть, по инерции своего мышления, зная предыдущие, много лет уже работал в Володя Камильфо, мы воспринимаем их как элемент графики. Цикл очень хороший, картина висит криво с этим ухом, но ты поправишь это потом. Вот, а ну так, ну ладно. Вот, и я поздравляю всех. Я тоже хочу сказать. Ну, во-первых, поблагодарить всех, что пришли, конечно, мы с ним родные лица. Они вообще очень приятно. Честно вам скажу, я вообще не волновался совершенно, как Тамара. У меня как-то была спокойность в этот раз. Но сейчас я растрогался просто, потому что у вас столько много, и такие все хорошие. Вот. И спасибо галереи, конечно. У нас там подобный замечательный бюджет, у своих слов. Который сделал ресторан центральный. Вот, специально для этого события. Ты Лёня Гарби. Да. Это настальный такой бюджет. Пожалуйста, попробуйте оценить это. И ещё самое главное, что хотел сказать, что эту выставку, она, в принципе, не настальгическая. Понимаете? Она такая... Это просто был повод. Ганильский лагерь. Потому что моя пионер-вожатая, Монтальгерна Солюменко, она присутствует. Монтальгер в пионер-вожатой лагере. Вот. И, ну, в себе в себе, в себе такая, но, очень детально я скажу. Вот она сейчас с нами присутствует. И мне хочется её поздравить. Чтобы мы всё не знали. Даже не отмечали. И потому это не ностальджия, это такой, знаете, просто удар был такой для меня с этим. Ведь мы дружим 50 лет. И, в общем-то, это выставка о дружбе, о любви, о памяти, да, нашей всех. Только ностальджии этого момента мало, оно-то-то пошло, это бы повод просто, пианистный. Вот, когда я был в этом пианистском лагере, мы были там уже юнками, а наши флажаты, они хотели сверху рашек. И мы все время строили какой-то корабль, длинный такой, метров 10, он был, мы его строили два сезона, из каких-то почему-то хоккейных клюшек, завод такой, спонсорил. И потом его построили, спустя его сразу в данном, сразу в этом сезоне, в озере, вот на дороге. Вот, я хочу сказать, ну, знаете, странно, было так даже весело, что он так долго, почему-то. Вот, я хочу, чтобы это хороший, позитивный, а он вспоминается позитивный вот эти случаи. Если такой позитив был у вас здесь, на моем месте, если это случится, вместе с прошлой книг, я буду очень рад. Очень рад, заснимается, а у вас здесь, на так же, спасибо большое. Да, конечно. Вот, да, где у меня есть. Маленький, маленький. Маленький, маленький. Да, как вы. Спасибо. Спасибо. Спасибо за благодарность, конечно, и счастливы, потому как не всегда люди вспомнятся, дочери, все, что они делают, а были прекрасны, которые были коллеги. Высов-то открыт, по-моему, да? Больше никто ничего не хочет сказать смешно. Делаю вам правильный. Да-да-да-да-да-да-да. До свидания. Выставка открыта. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо. 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 Спасибо.